Один из самых старых домов Кирова признали аварийным. Речь о памятнике культурного наследия зданий на Спасской 10А. Несколько столетий назад в нем жили чиновники и даже вязкие губернаторы, а после революции в дом заехали обычные люди. Правда, живется им совсем не сладко, на жуткие условия посмотрела Евгения Бакина. Кто виноват в том, что одно из старинных зданий Кирова разрушается? Сейчас ответы на этот вопрос ищут не только местные жители. К делу подключилась и прокуратура Первомайского района. А людям остается только показывать, в каких условиях живут. В подвале обрушилась кирпичная кладка, есть плесень и провалы на потолке. Находимся на втором этаже, где у нас самое больное место. На втором этаже рухнула часть крыши, а чтобы кровлю спасти, установили деревянные опоры. А ведь дом, вспоминает Галину Пушова, не был таким. Заехала сюда 30 лет назад, мечтала о спокойной пенсии, а получила кучу проблем. Регулярные переписки с мэрией, депутатами и страх за жизнь. Ложусь, с Господом Богом и стою так же. Глаза открыла, жива слабого. Сгнила, все плохое, водички нету горячей. Рядом живет труженица тыла, 89-летняя Клавдия Никелева. Женщина ничего не видит, но чувствует, жалуется на холод в квартире и отсутствие горячей воды. А несколько столетий назад в этом доме жили богато. Это одно из старинных зданий Кирова. Его построили специально для чиновника Аверкия Перминова в 1755 году. В конце 18 века здесь были квартиры губернаторов. Потом здесь размещалась мужская гимназия. Мужскую гимназию посещали Александр I в 1824 году. И цесаревич Александр Николаевич, будущий император Александр II в 1837 году. Потом здесь располагался городской ломбард, телефонная станция. В начале 20 века дом перестроили, добавили вот две башни по краям. И после этого, после революции он был уже муниципализирован. Здесь начали жить люди. На здании остались старые вывески. Здесь когда-то размещались ателье, парикмахерское. Все они были вот в центральной части здания. Эти площади принадлежат городу. А вот в боковых башнях живут до сих пор люди. По словам людей, разрушаться дом начал с муниципальных площадей. Там были офисы. Потом бизнесмены почему-то съехали и о квадратных метрах в мэрии позабыли. Вспомнили лишь в ноябре 2020 года, когда рухнула часть стены. Тогда в дело вмешалась даже прокуратура, обязала чиновников обследовать дом. Частная компания за 37 тысяч провела экспертизу. Итог – дом аварийный. Дом в целом достаточно еще крепкий, но есть аварийные участки. То есть все деревянные конструкции – это конструкции перекрытий, конструкции третьего мансардного этажа. К сожалению, уже находятся в ветхом состоянии. Плюс есть пара аварийных участков наружной кирпичной стены. Я считаю, что нужно людей расселять и принимать какое-то решение по передаче здания инвесторам, которые могут здание восстановить. Сейчас заключение передано в мэрию, теперь в администрации должны решать, что делать с памятником культурного наследия. Дмитрий Журавлев считает, что дом можно спасти, к примеру, передать его бизнесменам.